Всем доброго утром! Сегодня четверг. Я, если честно, с утра уже приготовилась, думала, что сейчас позавтракаю, нужно быстренько сварить гороховый супчик, потому что вчера я занималась уборкой вечером и поеду проходить медкомиссию на права, потому что у нас проходит вторник, четверг, суббота. Во вторник, естественно, был выходной, никто ничего не проходил. Хорошо, что я сегодня собралась уже, хорошо, что я позвонила в Денскую поликлинику. Думаю, позвоню и проверю, правда ли. Ну, знаю точно, со скольки до скольки, бывает же, что что-то меняется. И сегодня медкомиссии нет. Вообще она есть, но именно в этот день сегодня нет. В субботу с 9 до 11. Так что, в общем, вот так вот получается, что на медкомиссии я не еду. Так что, буду приспокойненько пить свой кофе с молоком. И сделала себе тосты. Сразу их горячими намазала маслом. Они мне тогда очень нравятся, очень вкусная эта курочка. Что, планы мои опять изменились, потому что сейчас я еду, знаете, куда? Проходить медкомиссию. Решила поехать в Краснодар, где-то там Коммунаров, где-то на втором Краснодаре. Не помню, какой номер. Вот, там буду проходить. Там вроде бы как за полчаса или даже там на сайте вообще за 20 минут, по-моему, написано. Но я, конечно, не уверена, что это так. По деньгам там я звонила по телефону. У них сразу как бы автоответчик говорит, что почем, что нужно взять. Фотографию, кстати, не надо. Вот. И сколько стоит? 1800, сказали. Ну, посмотрим, насколько там это 1800. В общем, сейчас Серженечка приедет, взет меня на маршрутку, а с детьми будет бабушка с Сержкой. Ну что, у нас 7 вечера. Я только включилась. Я даже с собой камеру не брала. Какого есть полезная? Краснодар. Ну, как получится, Серженечка сейчас маринует шашлык, потому что оказывается, что я не просто старее, я аж два раза старее. У меня завтра день рождения, и завтра мне получать права. В общем, сегодня у меня вообще была программа «Максимум». Я сначала поехала в Краснодар, прошла там медкомиссию за 1800. Время сами, миха врачей, конечно, проходила реально минут 20, но в очереди поставила еще минут 40. То есть в общей сложности даже больше часа я там находилась. Это было возле М-Видео на втором Краснодаре. Коммунаров 270, не помню, какой номер там у них. Вот. Потом я поехала в Гинскую, подтвердила личности в МФЦ в госуслугах. Нужно зарегистрироваться в госуслугах и сейчас менять права. В ГАИ нужно записываться в госуслугах, либо сдавать в МФЦ права водительского удостоверения. И там его заменят через 5 рабочих дней. В общем, в ГАИ пошла. Меня там очень добрые люди попались. Зарегистрировали меня сами, дяди полицейские. В ГАИ очень добрые люди. Да, это все, в ГАИ не было. Дяди полицейские меня там сами на завтра записали в госуслугах. Ты хоть не говорила, что нельзя им делать? Нет, но они мне все объяснили, я же записалась. И в 13.15 мне завтра это, получать новое водительское удостоверение. Вот. И еще, если оплачивать через госуслуги госпошлину, то госпошлина составит 1400. А если через Сбербанк, либо там на месте, ну, в общем, вот через Сбербанк просто самим по квитанции, то тогда она составит 2000. В общем, через госуслуги скидка 30%. Вот так вот. Так что завтра в 13.15 мне ехать. Вот сейчас я немножко оживу, потому что у меня сегодня было такое путешествие, после которого у меня в голове до сих пор едет маршрутка, руки болят, потому что мне пришлось стоя ехать в автобусе и держаться вообще. Я не помню, когда я столько усилий прикладывала к тому, чтобы не упасть. А когда ты в последний раз ездила на автобусе? Ну да, и меня, конечно, убивает этот запах. Запах – это пыль. Сегодня тем более вообще была жара, и мне палило постоянно. Я, в общем, постоянно была как в солярии. Возле окна сидела, и мне постоянно в лицо солнце было. Вот, в общем, вот такое сегодня было путешествие, но это вкратце. В подробностях Сержуни мне сказал, что я лучше, чем Гоголь это все рассказывает. Вот, так что вот так вот. Ну не знаю, сколько обойдутся права, но примерно 4 тысячи с маршрутками вместе. Но завтра все посмотрим. Сержуночка вот пока маринует, помогает мне шашлычок завтра. А ну что, ваш вот этот мелкий? А я больше нету, наверное. Но он не мелкий, что он нормальный. Как бы замариновал, сейчас только Лучка купит, ему хочется большого. Ну, хочется, пусть большой покупает. Макароны. Что? Ты апельсинчик хочешь? Макароны. В комнате будешь? Макароны. Акома? Акома. Я не понимаю, что такое акома. Макароны? Аком. Аком, что такое? С молоком? Молока хочешь? Да. Ну, сейчас я тебе наливу. Сейчас я посмотрю, что там Гриша, хорошо? Почистите апельсинку. Сейчас пойду гляну, что там мои дети. Нарисовали какие-то классики. Сейчас посмотрим. Григорий здесь красками, да? Антон Сергеевич, положите, пожалуйста, секатор. Я вот еще. Да, классики Гришенька нарисовала. Сейчас еще до десяти, да. А почему я вам покажу, как он рисовал? Ну, мы знаешь, как рисовали, Зай? Мы чуть-чуть по-другому рисовали. И что у тебя за пятерка и шестерка в другую сторону, Гриша? Упс. 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 Мы знаешь, у нас было один, два, а потом уже три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять. Мам, смотри-ка, я вам рыбаю. Ну, пусть так будет. Хорошо. Ну, а должен быть. Так, а расскажи мне, что вы тут рисуете? Я нарисовала драконы. Мам, я так ему и сказала. Драконы, земли и огня. Угу. Ну что, сейчас одиннадцать, и мне вот только сейчас стало более или менее нормально. Все мои мужчины уже пошли спать. Я сейчас тоже пошла умываться. Выклаймливайте видео и пойдут уже спать. Потому что завтра у меня день рождения. Завтра мне еще в обед ехать же за правами. В общем, куча завтра таких планов. Еще у Гришки карате. Ну, отмечать мы будем в субботу решили. Потому что завтра, ну, не до этого будет точно. Вот, Женечка замариновала шашлычки. Пожарим пловик, я думаю, он сделает. Я хочу все на сержу не перевалить. Сделать только несколько салатиков и все. И то таких быстреньких, чтобы, в общем... Ну, все равно сделаю пюре, потому что дети, чтобы им плов слишком... Ну, я не думаю, что они его будут есть. Поэтому вот так вот. И курицу еще хочу в духовке. Вот, в общем, сегодняшнее приключение прошло очень даже удачно. Мне кажется, программу максимум я выполнила. Можно бы было как-нибудь сегодня получить права. Но не стала я уже совсем уж косить под дурочку. Как я это люблю делать. Так что завтра в обед поеду это делать. Заплатила я, кстати, через интернет госпошлину 1400. Распечатала чек, распечатала заявление. Посмотрим, что там завтра с ним будет. В общем, по поводу заявления мне сказали. Либо можно его самим заполнить. Они дадут бланк и дадут образец, по которому я смогу все это сделать сама. Либо они... Стол услуг идти и там за деньги... Я, правда, не знаю, сколько это стоит, но за деньги там все заполнят. Вот. Но я там заявление электронное распечатала, которое там было на сайте госуслуг. Завтра поедем немножко пораньше, чтобы я там спросила все по поводу этого заявления. Вот. И все. Надеюсь, что все будет хорошо завтра. Вот. Медкомиссию я достаточно быстро, но я уже говорила, да, что я пришла. Единственное, долго оставила в очереди в кассу и в очереди в саму регистратуру. А так самих врачей я очень быстро прошла. Кстати, по поводу медкомиссии, вот если были... Ну, я там слышала, да, что кулис сказал, что там какой-то мужчина не проходит медкомиссию, ему деньги вернули. То есть оплачивать только то, что ты проходишь, да. То есть если ты получаешь медкомиссию, это медкомиссию, этот бланк, да, то тогда только, ну, то есть ты платишь. Ну, ты как бы платишь наперед, а если вдруг ты по каким-то причинам не проходишь, окулисты или какие-то категории, там прям слух очень тщательно проверяют, тоже не проходят по этим категориям. Поэтому, в общем, вот так вот деньги возвращают, если не прошли медкомиссию. Что еще? И все, в МФЦ быстренько я подтвердила личность сегодня. Проезд у нас стоит, получается, с нашей станицы Старомышастовской до Краснодара 65 рублей. С Краснодара в Денскую стоит 70 рублей проезд, а в Денской 17 рублей. Вот я по месту ехала от МФЦ до ГАИ. И с Денской в Мышастовку 40 с чем-то рублей. 45, что ли, может быть, могу ошибаться. Ну, до 50 рублей, в общем. От 40 до 50 я дала 100 рублей, мне дали сдачу 50, и еще там сколько-то мелочей, я уж не глянула. Вот, в общем, такие вот цены у нас на проезд. Вот. От этого приключения голова у меня болела очень долго. Я приехала в 3 часа, и вот сейчас вот 11. Я только сейчас более или менее себя чувствую, учитывая, что я приехала в 3 часа, легла спать, и до 6 спала, и все равно у меня так мышцы болят на руках, потому что мне приходилось стоя ехать в маршрутке, уже сюда, в Мышастовку Денской. И там у нас же, получается, теперь мост есть. То есть, когда на мост поднимаешься, и вот эта вот, как это, дуга, да, которая на мост или на подъем, он же такой, как на каруселях себя чувствуешь. Приходится очень крепко держаться, и у меня прям вот руки сейчас теперь вот здесь вот очень болят. Вот, в общем, я вообще какая-то физически неподготовленная мамашка. Вот, и, ну, в общем, такое у меня было путешествие. Мне даже сегодня уступили место какой-то парень, не знаю, как сказать, ну, парень, да, уступил мне даже не место. Ну, сначала я по этому по мосту подержалась, да, потом мне он уступил место. Я чувствовала себя какой-то старушенцей, если честно. Вот так вот. Так что ладно, всем до завтра и пока! Да, еще же забыла сказать, что когда я поменяю водительское удостоверение, нужно же будет делать страховку на автомобиль. Так что ничего, заодно узнаем, сколько же стоит страховка. Ну, на нашу машину в нашем регионе. Потому что страховки, да, в каждом регионе разные. В общем, все, теперь точно все, что хотела сказать. Увидимся завтра. Пока! Пока!